Мы настолько сильны, настолько сильны наши самые свободы. Это непостоянные ощущения, но в большинстве случаев да. Я вообще никого нахрен не слушаю. Приехал человек, прям встал на колени, упал в ноги. Говорит, любые деньги, только дайте долбить, долбить, долбить. Надо, чтобы стояло. Ну и тут меня осенело, а почему бы на весь город не давать полноценный... Что-то очень вкусное. Только шоу может продавать. Ну, взялись на полмиллиона, приходит рассказывать. Делайте то, что велит сердце. Нахрен его не слушайте. Друзья, сегодня мы пришли на мероприятие, которое называется Стартап Шоу. 10 крутейших российских стартапов будут представлять себя перед аудиторией миллиардеров, миллионеров и участников списка Форф. Как это происходит? Сейчас с вами увидим. Иван, расскажите, что сегодня за мероприятие? Это шоу о развитии цифровой экономики, которые на сегодняшний день уже масштабируются в рамке франчайзинга. Стартап Шоу пройдет в Санкт-Петербурге, Владивостоке, Израиле и Дубае. Это уже международный формат. Да. Мы не приобретали сами какую-то франшизу, а мы создали собственную франшизу. Зарегистрировали авторские права, сценарий, на телевизионные версии, на радиоверсии, на все остальные. И за 20,5 года мы смогли создать в буквальном смысле тренд, шоу, которое пользуется спросом не только в России, но и за рубежом. Потому что только шоу может продавать наши передовые российские стартапы. Потому что в большинстве случаев так уж получается, что инновации надо преподносить эмоционально, ярко, красочно, а не в рамках скучных таблиц. Когда ты смотришь на них, и ты в буквальном смысле ничего не понимаешь. Наш инвестор – это сколько вложить, через сколько я заработаю. Сейчас появляется новый инвестор – Smart People. Когда люди инвестируют именно в свои области, ищут стартапы и хотят в них вложить, потому что они знают, как эту сферу развивать. И это самое крутое. КамАЗы сами не понимают, и, в общем-то, экономика не развивается. Такой образец. А сколько сегодня стартап-проектов будет на сцене? Планировали 10. Буквально час назад приехал человек, говорит, ребята, вот прям встал на колени, упал в ноги. Говорит, любые деньги, только дайте выйти на сцену. Ну, взяли с меня полмиллиона, пускай мне рассказывают. А, то есть вы берете деньги с компанией, которая себя презентует? Конечно. Нам стартапы платят честных 55 тысяч. Причем у него в кое-что и дизайн презентации, при обучении во фри проходит, тренировка здесь, репетиция. Евгений представляет один из 11 стартапов, которые сегодня будут презентоваться в рамках стартап-шоу. Расскажите, пожалуйста, о вашем стартапе. Чем вы занимаетесь? Доставка свежеприготовленного горячего обеда в любую точку города минут за 20. Цена, кстати, с учетом доставки, упаковки составляет 350 рублей. Это без скидки. Это горячий полноценный борщ, суп, что-то очень вкусное. Обязательно салат. Сюда входит также и второе горячее. Вся доставка осуществляется прямо с плиты. Это фольгированная тара. Еда не окисляется, еда сохраняет тепло. То есть это полноценный обед? Полноценный обед, и в скором будущем будет ужин. Дело в том, что в каждом районе города существует точка общепита, которая готовит стандартный бизнес-ланч. На текущий момент у нас 29 активных точек. Цена бизнес-ланча составляет 250 рублей. Программа лояльности позволяет клиенту осуществлять покупку этого обеда с 50-процентной скидкой. Приводите своих друзей, вы будете получать в течение двух лет 2% от его заказа, тратить в нашей системе тепловых. Друзья, сейчас мы идем в выбор с компанией Unica Engineering и попреседуем с генеральным директором и сооснователем компании Олегом Малаховым. Олег Малахов, генеральный директор компании Unica Engineering и соучредитель. И соучредитель, да. Пойдем, пожалуйста. Посмотрим. Офис будет? Расскажи, чем занимается компания? Ну, основное направление нашей работы это проектирование и строительство объектов промышленных объектов со сложными инженерными системами. В этом году мы празднуем в десятилетии. Главная компания Unica Engineering около 150 человек, а если вы выбираете всю группу, компания будет более высок. Ключевой аспект, наверное, нашей области, в которой мы работаем, игроков, которые активно строятся или проектируют, очень мало заказчиков. Поэтому самое дорогое, что у тебя нужны, это репутация. Самая главная задача, которая стоит у нас на ближайший год, это выход на европейский рынок. Работаем с группой бизнес-послов. Это очень современная такая денденция, правильная, интересная российских предпринимателей за границей и защищает и помогает продвигать совершенно конкретный человек, который очень хорошо ориентируется на рынке конкретной страны, очень хороший имеет связи с предпринимательским сообществом и очень хорошо знает местное законодательство. Этот институт активно сейчас развивается и поддерживается деловой Россией, который ты состоишь, член Генсовета и сопредседатель русского отделения А институт бизнес-послов помогает найти российским компаниям достойных партнеров Европы. А как Европа вообще относится к российским партнерам? Я думаю, что их там очень немного. Нас недооценят. Российские компании просто недооценят. Предпочитают обращаться к европейским. Многим кажется, что российский подход к бизнесу нам так остался какой-то советский, какой-то бальдинский где-то. Мы даже постоянно сталкиваемся с тем, что участвуя в одних и тех же тендерах, конкурируя с европейскими компаниями, инженерингами, нам просто открыто говорят, что российская компания, вы не можете стоить столько же, сколько стоят европейцы. Сейчас она меняется. То есть мы на своем реализованном проекте для производства, для гостиниц. Эта автоматизация позволяет объединить все процессы, происходящие на предприятии, на объекте. Единому диспетчерскую сеть. Единое автоматизированное пространство, которое возможно контролировать с одного рабочего места. У любого стартапа, в буквальном смысле, появляется реальная и уникальная возможность презентовать свой проект миллионерам или, как сегодня, миллиардерам. Если стартап не готов инвестировать в себя для точного впадания, то это не стартап, это фикинограмма. У нас сидят реальные инвесторы, 10 человек, которые будут биться сегодня рублем за стартап. Это аукцион. То есть кто из них больше заплатит? Кто из них больше заплатит за стартап? А стартап что выбирает, кому ему идти? Это точно как шел голос. Это точно как шел голос, совершенно верно. Я просто уверен, что процентов 80 сегодня найдут своего инвестора. Мы такая, та самая площадка Elevator Pitch, когда человек, естественно, минуты выйти, ярко презентовать, разнести себя по соцсетям и привлечь инвестора. Если брать крайние мероприятия, где был Алексей Марый, глава Альфа-банка, он выбрал трех, с двумя запустил пилот. И там же сидел в зале, хоть он не был на сцене, глава связь банка. И он втихаря взял двух. Любой стартап может к вам обратиться и выступить на шел. Абсолютно любой стартап. Тем более, сегодня у нас будет женский стартап. Как и назло, они побеждают всегда. Реально. Девушки, обратите внимание, если у вас есть хороший стартап, обращайтесь к вам, и он сделает из вас настоящую стартап-звезду. А мы галлюцинируем прежде всего тем, что к нам повалятся заявки с вечными двигателями, с какими-то новыми процессорами, с какими-то нано-разработками. Любой человек в своей кофейне, любой человек с своей какой-то супер-майкой, какой-то курткой, обувью, машиной, резиной, кирпичом, бетоном, еще чем-то, он может к нам прийти и реально показать реальным людям, которым это интересно. Олег, расскажи, пожалуйста, почему ты решил открыть еще один офис в Курске? Мы действительно анализировали, как нам развивать дальше компанию. К тому же сказалось, что в Курске находился на тот момент, ну и сейчас находится один из наших крупнейших заказчиков. Это офис? Да, это один из. Сколько пишет он в год? Здесь около 350, вот, соответственно, дочерняя компания еще чуть меньше 200. Мы нашли, что в Курске есть Курский государственный медицинский университет, одну из специальностей, которым является технологом фармацевтики. А технолог на сегодняшний день, наверное, это самый такой востребованный специалист для инженеринга. Их очень мало, они дорого стоят, их сложно найти. Мы решили, что необходимо готовить молодых специалистов. Мы подписали соглашение о том, что ведущих студентов они к нам направляют на практику. А это полноценная работа, то есть ребятам самим очень нравится, они понимают всю перспективу, которая дает им подобное обучение. То есть сейчас у тебя там сотрудников больше, чем в Москве? Ну, сопоставимое количество, здесь все-таки сказывается то, что тут административный персонал, и количество сотрудников сопоставимое. Ты уже упоминал, что ты состоишь в Генеральном Совете Деловой России. Расскажи, как ты попал в эту организацию, и что она тебе дала? Я прекрасно понимал, что необходимо дальше развиваться, дальше двигаться. Ощутил, что вот в этой операционной деятельности понял то, что надо больше делегировать. Проанализировал общественную организацию, которая есть. Понял то, что Деловая Россия мне на тот момент показала, что это мое, надо пробовать. Нам удалось найти такое взаимопонимание, мне так понравилось вообще люди как членство Деловой России. Это определенный знак качества предпринимателей, на мой взгляд. Находясь в постоянном поиске бизнес-пакторов, лучше сразу опираться на какой-то проверенный вариант. Чтобы не попасть на туристов, да? Поэтому Деловая Россия дает возможность построить вот эти YouTube-слязи на очень высоком уровне. Простое общение с людьми, пуларное какое-то, на таких-то мероприятиях, открывать совершенно новые возможности для роста твоего бизнеса, о которых ты никогда вообще сильно не задумывался. Ускоряет процесс роста, ускоряет процесс развития. Мы предложили точкам общепита подключиться к двум стандартным бизнес-ланчам на город. Получается, где бы человек ни находился, в шаговой доступности всегда есть заведение, которое приготовил обед. Причем, само же заведение делает доставку. Почему такая скорость достигается? Эти обеды готовы. Их фактически нужно уложить в контейнеры, в эту упаковочку. Вы сами не готовите, вы сами не доставляете, но бренд ваш. Бренд наш. Мы помогли точкам общепита организовать собственную службу доставки. Сайт называется вкусно и быстро.рф. Совершенно верно. Что вы ждете от сегодняшнего вечера? Ну, конечно, знакомство, конечно же, безусловно. Проект очень интересен. А есть выбор бизнес-ланча? У нас есть определенные ограничения, на весь город два стандартных бизнес-ланча, но каждый день разные бизнес-ланчи. Сегодня одни, завтра другие. Как пришла идея такого стартапа? В складском комплексе моя компания снимала склад. У меня сложились великолепные отношения с владельцем точки общепита, и он постоянно жаловался о том, что ему не хватает клиентов. Ну, и тут меня осенело, а почему бы на весь город не давать стандартный ланч? А что заведение выгодно? Заведение выгодно, главное, чтобы это было в шаговой доступности, было экономно, с точки зрения логистики. Евгений, какую скидку могли бы предоставить нашим подписчикам? Можно я назову промокод, который предоставит вам 50% от каждого обеда, мы готовы дать скидку на протяжении нескольких обедов, чтобы вы это попробовали. 50%? 50%. Очень круто. Да. Какой промокод? Все, кто введет цифру PR, английскими буквами 3, получат 500 баллов на протяжении одного месяца. Супер. Спасибо, желаю сегодня успеха. Несколько лет назад мы взяли решетство на детском доме в Теткинском районе, в Курской области, с особенностями физического развития. это дети, которым любовь и ласка нужны не чуть-то меньше. Для этого детского дома старались устраивать праздники и помогали с ремонтом. Такой заряд позитива, когда смотришь в детские счастливые глаза, которым ты действительно подарил вот такой маленький праздник, но они будут помнить об этом очень-очень долго. Ты сам заряжаешься. Я хочу обратиться к предпринимателям, которого она сейчас смотрит. Вот отличный пример социально-активной позиции, и поэтому я думаю, что каждый успешный, уважаемый себя предприниматель, просто обязан помогать людям участвовать в самих проектах. Он должен уйти в себя души. Ты сам заряжаешься, получаешь удовольствие, получаешь новые эмоции. На мой взгляд, понятие со мной успешный предприниматель это не человек, который создает комфортную жизнь для себя и своему близу. Человек, который делает что-то полезное для общества в целом. Как пришла идея открыть свое дело? И сколько тебе было лет? С третьего курса пламенинского университета я понял, что необходимо искать какое-то перспективное направление, так анализировать с друзьями, направление, в котором, став профессионалом, ты будешь эксклюзивным специалистом. Потому что, условно, можно быть очень крутым юристом, но, принципиально, юристов много. На тот момент просто у него близкого друга появилась возможность поработать чешской компанией, которая занимается как раз созданием чистых помещений. Так получилось, вот мы втроем тридцать учредителей вместе и работали. У нас сразу пришлось работать с очень серьезными объектами, и эта потрясающая школа дала возможность нам за короткий срок изучить данный рынок, понять вообще принципы работы инжиниринговой компании, и спустя около четырех лет мы поняли, что необходимо дальше двигаться самостоятельно. В 2007 году создали компанию, на тот момент она называлась Евроганк-монтаж, и основной своей специализацией мы считали создание сетев вентиляции и кондиционирования. Пришлось работать в том числе и с ресторанами, делали там вентиляцию, кондиционирование, причем где-то даже приходилось самостоятельно это монтировать. В итоге у нас в портфеле полно больше ста ресторанов, начиная с очень любимого теремка, заканчивая мандонну в цене, бургер-кендер, шоколадную цену. То есть, вы пошел от самого низа к установщику на армонтажер, мы его фактически сами монтировали, да, в 2011 году, в конце 2011 года мы провели ребрендинг с сохранением юридического лица, это называется уникальный жилье. Откройте секрет, как вы сумели собрать таких инвесторов? Так повелось, что поначалу я приглашал только тех, кого я знаю и огромное спасибо Наталье Касперской. Это была просто пародийная ситуация, когда я Наталью пригласил, она забыла об этом, а мы уже собрались, говорю, Наташа, мы вас ждем, она, а, ну ладно, сейчас приеду. Она просто приехала, говорит, Ваня, что делать-то надо? Ну, вот она настолько открытый человек, что, в общем-то, начиная с этого момента, как-то и пошло. Смотри, у нас есть такой человек, знаю, что с ним общается, он звонит ему, спрашивает там, ну как? Говорит, не, ну класс-то, сходи. Говорит, ну ладно, приду. И вот так по цепочке я выбирал тех, кто с кем дружит. Я села приглашать своих друзей, потому что ведь стартап-шоу это стартап, это медийный стартап, и цель которого стать федеральным шоу, выходить на первом или на втором канале, вот прям в формате голоса, над чем мы сейчас очень плотно и работаем. Вот так оно пошло-поехало, и вот сейчас в буквальном смысле вот деловая Россия здесь пишет, Иван, мы вам пригласим вот пару человек из Forbes, они здесь уже будут сидеть. Вижу точно в Forbes, вот они. Номера там такие-то. Такая вот работа ведется, поэтому только так, терпение, труд, все я перетрую. Долбить, долбить, долбить. Иван, спасибо, желаю удачного пройдения. Так, петлячка, а то там конфиденциальный разговор какой-нибудь запишется с рыбаковым разделки. Сейчас наша основная цель и мы хотим компьютеризировать, автоматизировать все процессы в компании. Снижая человеческий фактор, мы поможем друг другу длительным принципиально по углу. Какой у вас был первоначальный капитал? Скоплено тремя соучредителями, которые мы откладывали там ежемесячно. Мы закончили несколько проектов, там получили какие-то премиальные, вот это все откладывалось, оказывались. А помощь первого заказчика своего? Это был завод лука с золотом. За что ты уронился в первую сотрудничество? Первые, наверное, пять лет гордились тем, что у нас не было текущих кадров вообще. Мы так тщательно подбирали себе специалистов, мы все время искали людей, у которых так же горят глаза, как горят они у нас. Конечно, с переходом уже к более высокому уровню компании от этого подхода пришлось отказаться. Я помню то, что мне безумно тяжело давалось запреставаться с людьми. Пока я не осознал, мы настолько сильны, настолько сильны наши самые слабые злины. Что бы ты сам себе посоветовал пять или десять лет назад? Ключевой аспект, который мной был упущен, это само развитие. Упущение, которое сейчас я очень активно пытаюсь компенсировать. Через десять лет как ты видишь развитие своей компании и себя лично? Основная задача для меня, как для собственника компании, все-таки уход от операционного управления. Какая у тебя была самая сложная задача или самое сложное решение в твоей карьере? Каждый новый заказ дарит какой-то новый навык. Какая книга больше всего на тебя поменяла? Книжка «Богатый папа, бедный папа» у меня очень известная книга. Почему-то она мне принципиально поменяла мое отношение в принципе к финансам и к использованию возможностей компании. Что для тебя счастье? Это какое-то внутреннее ощущение, оно не может быть ощущением постоянным. Это не какая-то финансовая успешность, это именно состояние души. Самореализованность и в семье, и в обществе, и в работе только она дает мне можно сказать, что счастье. Ты считаешь, что все лучше. это непостоянное ощущение, но в большинстве случаев да. Спасибо. Спасибо большое. Жанра это необходимость заставляет становиться лучшей версией себя самого. Никол. Давайте поклоны. А вот победитель. Горячий 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 было очень круто получить книгу из рук Игоря Рыбакова. Меня переполняют эмоции. Это того стоит. Ходить на такие мероприятия. Игорь подписал книгу. Сегодня спать не буду, буду читать. Спасибо организаторам. Очень крутое шоу. Спасибо Игорю за то, что он вдохновляет меня, вдохновляет других предпринимателей завиваться этим делом. Друзья, спасибо, что смотрели это видео до конца. Сегодня мы разыграем пять книг миллиардера Игоря Рыбакова, которая называется «Жажда». Для того, чтобы принять участие в конкурсе, вам нужно быть подписан на мой канал и оставить любой конструктивный комментарий под эти видео. Ровно через неделю в своей группе ВКонтакте я разыграю пять книг. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, комментируйте видео. Это был канал «Бизнес-класс». Пока!